Я хочу спросить, вот вы знаете, показывали, когда вот сейчас, то очень много красивого, а люди все знали, вот мы, например, я знаю, что многие не знали, потому что нигде никогда объявлений нет, и просто за счет сидишь действительно красиво, но где оно организовывалось, когда, кем? Вы про что говорите? Объявления, про мероприятия? Да, их никогда нету, никогда. Я вечно склеил, а то в регистрации эти объявления я расклеивал три дня подряд. Что сейчас собрали? Я расклеивал за каждый подъезд на этой стороне Железной. Уважаемая Галина Васильевна, этот вопрос из года в год, при моем присутствии на этой должности, он возникает именно от вас. Я в первый раз задаю вопрос. У нас есть фотоотчет сейчас, мы уже ученые, у нас есть фотоотчет по поводу всех объявлений. Мы ничего не рисуем, мы теперь все фиксируем. Мы прекрасно знаем эту территорию, мы с вами встречались неоднократно. По улице Советской действительно это проблема. Проблема будет решаться по уступлению в программу. Мы вот с вами уже беседовали на эту тему. Вы написали славу Богу заявлению по уступлению в программу. По уступлению в программу. Поэтому будем ждать. Я думаю, что это реализуется в ближайшие годы. К сожалению, на наш бюджет мы не можем отремонтировать все дворы и территории. Слава Богу, эта программа начала реализовывать свои действия. Мы вступили в программу, как в докладе было уже сказано. В этом году будет сделано по этой программе 3 двора улицы Школьная 33, 35, 37. Можно сказать вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы приглашаете дела по вопросу к откладке школьного автобуса деревни Уколовка дорожного микрофона? Да это микрофон. Все слышно прекрасно. По поводу местных жителей, я просто доведу до всех, кто не знает, местные жители деревни Уколовка написали заявление, прошение для того, чтобы пустили школьный автобус на территорию деревни Дорога и Уколовка. Для этого нужно будет сделать дорогу. Дорога будет сделана, во всяком случае, спроектирована в этом году, заложены средства на проект дороги, конечно, заложены средства на проектированный бюджет. Проект мы сделаем, и все остальное будет реализовано уже с участием Министерства дорожного транспортного автобуса. А решен ли вопрос к организации у нас по железной дороге? Вопрос не решен. Нам дан отрицательный ответ по пересечению ветки. Там не железный дорожный переезд, там технологический проезд считается. Но вопрос не решен. Мы будем проектировать дорогу с заднего улицы Школьной. Когда начнется проект? Уже все, мы уже подаем. Размещаем сейчас заявки на торги, по проектированию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вот у нас во дворе, слава богу, мы несем столько депутатов, сколько собирает ворота, но наш город, на все концов, блин в порядке. А когда же приведете пешеходные дорожки? Вы обещали нам, ну, москаленка был тогда, вы же не уприняли руководство, значит, вы должны это поделать. И что мы так и будем ноги ломать по своим тротуарам. Все поломано, все это. В настоящее время в поселке Братыц есть в намного худшем положении, ситуации, жители находятся во много раз в тяжелой ситуации, чем вы. У вас, да, пешеходные дорожки не были приведены в порядок, как это нужно было делать, когда делали дворовую территорию. Это говорит о чем? Это говорит о том, что ваш комитет домовой не работает. Вот, что я хочу сказать. Если мы делали дворовую территорию при моем уже управлении, территорию вашей улицы Школьной и Березовой, мы сделали сразу комплексно и дворовую территорию асфальтированную, и пешеходную дорожку. Ну, давайте будем приоритеты выставлять. Дорогу на уголоку прописано 15 человек. Вратынске прописано. Что значит приоритеты? Нет, конечно же, вели. Но приоритеты выставляют выделение денежных средств в процентном соотношении. Хотя бы так, давайте подумаем. Спасибо. Дороги у вас грейдируются и относятся они к грунтовым дорогам и содержатся в надлежащем нормативном состоянии. Давайте так. В этом году мы сделали после обильного снегопада аварийную расчистку. Для того, чтобы проходил транспорт. С сегодняшнего дня работает трактор по населенным пунктам для расширения дорог. Для того, чтобы вы могли проехать тяжелая техника, пожарная и так далее. Сегодня у меня поступили заявки в деревне Уколовка. Копик Никитич, он может как раз наушек сказать. В деревне Уколовка, дорогу на Харская и так далее. На расширение дорог работает техника. Мы знаем эту проблему. Мы знаем эту проблему. Она решается. Завтра, послезавтра она будет решена полностью. За этот период, который вы возглавляете поселок Паратекс, действительно много сделано. Сделано освещение, чем было лет десять назад. Дорога намного лучше стала. Дворы очень много отремонтируют. Тем более, я говорю по нашему улицу. Первомате Переволок. Действительно сделано. Спасибо вам большое. У меня другой вопрос. Вопрос в том, что когда у нас наладится вода, это остыня моча. Это моя остыня. Это бумага в душах. Так что, врач ему письмо пишет, что у нас что-то начинется, как молодец. Ему тяги, Богу и здоровья, он отрицает к мастеру. Когда вода будет у нас нормальной? Недавно же она пошла мыться. Мозду, понимаете, это стыдно. Стыдно, вот такую воду мы платим деньги. Деньги платят. Когда был Сергей Турин, какого воду у нас было прекрасного? Были воздушные какие-то? Но на таких грязях утром я моюсь, то горячий, то холодный, то горячий, то холодный. Когда это без оврат кончится? Второй у меня вопрос. Когда на рынке перестанется продавать алкоголь, Сергей Николаевич, ну составьте, ребята, пускай поработать. Там люди спиваются, спиваются, понимаешь, алкоголь идти. Поезжают, будем 80 рублей, 90, сейчас на 100 рублей рублей. Все знают. Все знают, но жрут там водка. Там пять точек. Я могу показать, пять точек водка продается. Когда это кончится? Никто не знает об этом? Да все знают. Все знают. Надо, конечно, почему? Я понимаю, полицейские ребята, действительно, работают, там 4 человека осталось. Если есть, давайте управим на пещеру. Там люди приедут в СССР, проведут это проверки, там будут идеальный порядок. И на рынке торгуют, и горячий, и с балкони с дома торгуют. Переходят люди 120 рублей, что дают, что пошли дальше. Если они не могут, я им помогут. Знаете, кто покупает за 120 рублей? Свои деньги отдам. Ну, не знаю, как это. Кроме дальше, вот у нас работа в поселке такси. Я был недавно в Кисловомске. Вызываешь такси, такси подъезжает дома, он сразу включает шокчик. Там у нас там смартфон, мы ведем вот это, база ведем там. От дома, куда ли поехал, 10 рублей в километр. У нас отсюда доехать до Больской части, до города, 150 рублей. Куда ли годится-то? 150 рублей. Они говорят, что до калории-то. Значит, нигде никто не зарегистрировано. ГАИ знает, прокуратура знает, налогово знает, все знают, а никто еще не делал. Когда здесь делал? Давайте по поводу вызывайте сюда, пускай начатиться. Почему они эти проекты не проводят? Большое спасибо за поднятые вопросы. Они действительно актуальны. Я их, конечно же, записал. Часть вопросов, это, конечно же, нужно совершать с вашим участием. Во-первых, это заявление, Михаил Зажимович, потому что мы уносим заявительный характер, вид работы нашей. По поводу такси обязательно. Заявление от жителей, мы обязательно тогда вызовем, отработаем эти моменты все. По поводу воды, да, те времена, когда был Сергей Дмитриевич Тюрин, и сейчас, в наши времена, сравнивать, я думаю, не стоит. Сравнивать просто обыватель для сравнения, может сравнить. А если технически грамотный немного человек, он сравнит и проведет анализ. Вода намного стала чище. Но горячая вода... Вы послушайте, пожалуйста, до конца. Холодная вода намного стала чище, но горячая вода оставляет желать лучшего. Я тоже живу в нашем поселке, и у меня тоже очень много недовольств, которые я высказываю также руководителю предприятия, не только Александру Сергеевичу, но и высшему руководству компании «Каскад». В этом направлении ведется работа, я вас уверяю. Вчера у нас было собрание представителей городского поселения поселка Воротенск, то бишь депутатов. На это собрание был приглашен руководитель Александр Сергеевич Горбунов. Он заверил депутатов, значит, и жителей, соответственно, о том, что месяц-полтора эта проблема у нас сойдет на нет. Очень много причин, как объективных, так и субъективных, повелось, случилось так, что вода у нас имеет рыжий оттенок от взвесей, от температурного режима и так далее. Но вот слово Александру Сергеевичу Горбунову я предоставлю сейчас, чтобы это было всеуслышанно сказано. По поводу РНК. Мы договорились, Михаил Держанович, обязательно этот вопрос мы поднимем. Если вы говорите, и полиция знает, и прокуратура, то здесь, конечно же, эта работа будет проведена, значит, полиция и прокуратура ведут какую-то работу определенную для того, чтобы выявить уже до конца и на корню привлечь тех к ответственности, и на корню вырубить это, чтобы этого не было у нас на рынке, не только на рынке, но и в поселении. Я думаю, что они будут прекрасно заявить. Конечно же, конечно, такого быть не должно. По поводу теплового канала, Александр Сергеевич, будьте добры. Сейчас ему, может быть, встречный вопрос. А какие мероприятия будут происходить по очистке холодной воды? Она отвратительная, никто ее не пьет. Вот сейчас Александр Сергеевич доложит. Есть какие-то перспективы об обследовании другой аппаратуры покупать? Сейчас руководитель все скажет. Спасибо. 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 Спасибо.